Зрители, пожалуйста, занимайте места. Так, там какая-то проблема? Можно тогда дверь попрошу закрыть? Спасибо. И сейчас, поскольку Алексей Дуленков должен был уйти, мы не успели сделать последнее, а именно проголосовать за ту четверку первую, которую мы увидели. Я поэтому попрошу вас сейчас это сделать. Делаем так. Я называю фамилию, вы поднимаете руку. Маша, можно тебя попросить тоже считать, чтобы была какая-то независимая комиссия? Маша? Да? Ага. Ну, проголосовать лучше сейчас в данном нашем количестве. Я думаю, за одного, но можете голосовать и не за одного. Все равно никто сейчас это не проверит. Проголосовать нужно для того, чтобы определить, кто победил в дебатах. Это никак не влияет, собственно говоря, на итоги праймера, с формирования списка и так далее. Это, скорее, такой соревновательный момент для самих кандидатов, оценить, как они выступили с точки зрения зрительской аудитории. Нет, мы проголосуем по четверкам. Такой регламент. Потому что сравнивать нужно в рамках четверки, потому что отвечали они на один вопрос, например, на одни вопросы из зала отвечали. Вторая четверка будет уже отвечать на другие вопросы. Это не совсем релевантно будет. Итак, Алексей Дуленков. Так, ага, спасибо. Три, да? Четыре? Раз, два. Так, уже пять. Кто больше? Так, все, за Алексеем пять. Татьяна Котлер. Господин оператор, можно вас попросить присесть? Я не вижу рук. Спасибо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать. Да, все, двенадцать. Андрей Заякин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Четыре. Нет, там две руки поднимаются из одного тела. Жуликов и воров мы вот сюда отправляем. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Двадцать? Двадцать. Какая-то рука все время вот с этой стороны туда-сюда, туда-сюда, неопределившаяся. Так, и Михаил Сазонов. Можно голосовать за самого себя? Это не запрещено. Не опускайте, пожалуйста. Раз, два, три. Это сейчас была рука или это был просто взмах крылом? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. А вот здесь. Ну, в принципе, мы голосуем на праймере снизу одного, поэтому я думаю, что здесь мы тоже можем, имеем правило. Да, семь. Семь. Семь? Ну, не судите строго нашу избирательную комиссию. Вот, бюллетеней нет, книги не прошиваем. Наблюдателей тоже не позвали, ни международных никаких. Я думаю, что все уже сами поняли, что победителями стали Андрей Заякин и Татьяна Котлер. Я думаю, что это достойно. Тоже аплодисменты. Ну что, господа, готовы? Так, напоминаю, сначала мы представляемся каждой по одной минуте. Я сейчас напомню, кто у нас вышел во вторую четверку дебатов. Александр Сафонов, Андрей Лупандин, Игорь Кузник и Александр Липовенко. Все правильно? Так, я прошу, кто у нас был первый? Андрей Лупандин. Микрофончик. Одна минута. Вот девушка Люда, можно на нее смотреть, она будет показывать, когда останется 10 секунд. Хорошо, спасибо. Андрей Лупандин когда-то в далеком прошлом, да, выпускник исторического факультета Калужского университета, потом окончил МШПИ, а потом встретился с Татьяной Михайловной Котлер. Ну, тут, собственно говоря, и понеслось. Организовывал акции по борьбе с призывом в Калуге, там еще ряд других оппозиционных мероприятий. Ну, журналист, да, пишу для Москвы, для Калуги, куда берут иногда публиковаться. Ну, кстати, да, вот в отличие от, ну, знаете, я не диссертнет, да, я был один, у меня был только Яндекс и диссертацию губернатора Калужской области. Но первым, кто написал о том, что диссертация у него странная, был я. Это, в общем-то, правда. Это уже потом мы сотрудничали с диссертнетом. Спасибо. Уложились даже меньше. Вторым был у нас Александр. Александр Липовенко. Липовенко, Александр, мне 26 лет. Высшее образование я так и не получил, бросил, потому что мне не давали достаточно знаний. Считаю, самым главным в человеке должна быть адекватная реакция на происходящее и понимание всей ситуации. Поэтому, живя у себя в районе, я многое видел, по многим районам мне довелось поездить в связи со своей работой. Я был за границей на крайнем сервере, поселок Ярселе, если кому-то что-то скажет, Салехард. Я видел много, как живут, где живут. И вижу, что наш регион передовой, но недостаточно. Поэтому, если наводить порядок, то во всем сразу. Спасибо большое. Игорь Кузник. Добрый день, друзья. Я как-то давно читал из речения одного из греческих философов о том, что политика – это возможность служить народу, обществу, государству. Считаю, что служить можно начинать только тогда, когда ты обладаешь достаточным багажом знаний в разных отраслях жизни народа. Когда ты в своей жизни уже, помните, замечено знаменитое из речения, по делам их, то по твоим делам люди уже могут судить. И когда возникает ситуация, которая возникла примерно сегодня, когда на ум чуть ли не каждый день приходит знаменитое «Если не я, то кто?». Я в связи с этим хотел бы напомнить слова Платона. Опять же, вот туда все меня тащит. Помните, он сказал, если вы слишком умны, чтобы заниматься политикой, то тогда не удивляйтесь, что вами будут управлять люди более глупые, чем вы. Спасибо большое. Чуть-чуть вышли из минуты. Александр Сафонов. Да, здравствуйте всем. Меня зовут Саша Сафонов. Я член партии «Прогресса», сторонник Алексея Навального. Родился в Малорославце, учился в Колумбине, социального работника. Стоял у стоков основания партии «Народный альянс» Калужского отделения. Соответственно, партии «Прогресса». Я являюсь ревизором регионального отделения. Я проходил альтернативную гражданскую службу в Калужской области, в Ярославской области. Иду на выборы с программой «Партии «Прогресса», с принципами тезисово-демократической коалиции. Поддерживаю деятельность фонда борьбы с коррупцией. Многу своей деятельности черпаю именно из деятельности этого фонда. Спасибо. Спасибо большое. Кандидаты представили себя, даже почти все уложились в регламент. А теперь у меня к вам общий вопрос, как и было в первой четверке. Скажите, пожалуйста, вот вы все местные из Калужской области, в отличие от первой четверки. Тогда вы не считаете себя местным? Ну, вы сейчас нарушите регламент. Нет, ну просто вдруг я в чем-то ошибаюсь. Я хочу тогда сразу поправиться. Вы не местный. Формально вы житель Москвы. Понятно. Хорошо тогда. Проверим, насколько вы разбираетесь в Калужской области. Скажите мне, пожалуйста, какие, на ваш взгляд, три главные сейчас проблемы стоят перед Калужской областью? И первым, наверное, ответит Александр Липовенко. С удовольствием. Самое первое – это здравоохранение непосредственно в регионе. Потому что в центре есть прекрасная больница Аненки. Это районный центр. А вот непосредственно уже по области тяжело найти хорошего специалиста. Как я написал в своем ответе на сайте, в нашу больницу я боюсь идти. Я даже стараюсь не пускать своих близких, даже свою находящуюся в положении жену. Я стараюсь отвезти ее пусть за деньги, но к адекватному специалисту. Спасибо. Не уложился на все три ответственности. Нет, все нормально. Мы услышали ответ. Александр Сафонов, на ваш взгляд, три главные проблемы. Значит, я считаю, что в Калужской области необходимо поддерживать микропредпринимательство и малое предпринимательство. В связи с тем, что в области растет безработица, по причине кризиса уходят инвесторы крупные из региона, растет безработица. То есть, если будем формировать бюджетный 2016 год, то основное внимание можно уделить именно помощи малому микропредпринимательству. Спасибо. Ну, в общем-то, я просила три. Так, Андрей Лапандин, готовы? Первое – это сложившаяся система взаимоотношений с привлекаемыми иностранными инвесторами, когда в ней вкладываются огромные региональные деньги, но отдачи налоговой не так много, как нам хочется, наверное, в том числе всем жителям. Вторая проблема – это ситуация с местными средствами массовой информации. То есть, когда Министерство пропаганды Калужской области сегодня в открытую финансирует несколько газет в Калуге, несколько газет в Обнинске, несколько телеканалов. Для того, чтобы печатать указы местной власти, достаточно одной газеты. Все остальные вперед на рынок. Зарабатывают деньги на рекламодателях. Спасибо большое. И не представитель Калужской области, как мы сейчас выяснили, все-таки представитель Игорь Кузнец. Я позволю сказать, дело в том, что моя судьба 15 лет связана с городом Маларславец, в Калуге у меня жила мама, и я, к сожалению, ее нету. Я отвечу на вопросы коротко. ЖКХ, политдороги, неэффективное освоение бюджета, кем вы знаете? Я ответил. Спасибо большое. И теперь переходим к индивидуальным вопросам каждому из кандидатов. Можно я начну тогда, Игорь, с вас? Спасибо. Вы бизнесмен, у вас завод. Вопрос сначала, конечно, риторический. Не боитесь ли вы за свой бизнес? Я думаю, что кто из нас сейчас не боится вообще за любое свое рабочее место, а тем более за бизнес. Но давайте про ЖКХ. Оно, мне кажется, близко к сфере вашей деятельности. Ваше мнение, что делать с растущими тарифами на услуги ЖКХ и не поспевающими за ними зарплатами? Ну, это мой любимый конъек. Спасибо за вопрос. ЖКХ – это та отрасль, которой я занимаюсь профессионально очень давно и которую я очень хорошо знаю. Две недели назад я проводил лекцию в Монорославце. Жители приходили. Я привел вам такой пример. Прямо три цифры. 138 стоит куб горячей воды. Если бы это было ИТП в год в доме, стоило бы 90. Если бы это был индивидуальный газовый котел, стоило бы 50 рублей куб горячей воды. А дальше, садим мы право людям самим определять, где покупать горячую воду или нет? Время вышло. Спасибо большое, Александр Сафонов. Александр, вы собираетесь заниматься этой информацией с сайта Демократической коалиции повышением качества медицинских услуг. А каким образом, вы не врач, вы не юрист, откуда взять знания в этой области, чтобы снова не наломать дров? Спасибо за вопрос. Когда я прихожу в районную поликлинику свою, все начинается от 40-минутной очереди, потом меня гоняют по разным кабинетам, я ухожу в конце дней, не получаю никаких услуг. Поскольку все упирается в качестве указания услуги зарплаты младшего и среднего персонала, то профильное министерство, на мой взгляд, Министерство здравоохранения Калужской области, должно увеличить в разы государственное учреждение здравоохранения Калужской области. Спасибо. Вопросы от зрителей было попозже. Подождите, пожалуйста, Татьяна Михайловна. Вот сюда можно Андрею Лупандину. Вы были одним из организаторов акции «Против призыва в армию». Как вы видите организацию армии в России и обороны страны без призыва? Я понимаю, что вопрос не на 30 секунд, но тем не менее. Так или иначе, это должна быть контрактная армия, где служат профессионалы. Платите людям деньги, они защищают страну. Нашу с вами страну. Все, разумные деньги, нормальные люди. Объявляешь призыв, приходят те же молодые ребята, с тех же окраиноприлитарских, на которых я вырос. Вы думаете, мало тех, кто готов за деньги защищать страну, за нормальные, адекватные? В 18-19 лет, проходить сержанскую школу, проходить школу-прапорщику. 10 секунд. Школу-малая Хрица. Их достаточно. Обороноспособность страны зависит абсолютно адекватно от контрактной армии. Все. Это единственный принцип. Спасибо большое. Вы сами видите, вас поддерживают в этом. И Александр Липовенко. Вопрос вам. Вы написали, что вы считаете первостепенными задачами здравоохранения и образования. Все верно. Расскажите, пожалуйста, в сфере образования, какие у вас конкретные предложения есть? Представь себе, что вы уже депутат. В первую очередь, дело касается непосредственно школы. То есть вернуть учителям надбавки за продленки, за кружки, которые были срезаны год назад. Вернее, это было оставлено усмотрение школы. Это в первую очередь. Во вторую, постараться как-то усовершенствовать систему единого государственного экзамена. Потому что я не считаю ее вполне адекватной в плане оценки образования. Спасибо большое. Вы услышали ответы от кандидатов на вопросы. Я думаю, что это достойно поддержки вашей. Спасибо большое. И теперь как раз мы передаем микрофон зрителям. Вопросы от вас, нашим кандидатам. Снова напоминаю, если можете, все-таки представляйтесь и говорите, кому у вас вопрос или вопрос ко всем. Вот первую я увидела Наталью. Здравствуйте. Ой, стоит. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я хотела к этим кандидатам, у этих кандидатов спросить по поводу трудовых мигрантов. Погромче, пожалуйста. Еще раз вопрос. Я и у этих кандидатов хотела бы узнать их мнение по поводу трудовых мигрантов в Средней Азии в связи с растущей безработицей среди местного населения. И их взгляд на интенсивный и экстенсивный путь развития области. Спасибо большое за вопрос. Вопрос всем понятен, все расслышали. Александр. Здесь все просто. Я выступаю за введение визы разрешительного порядка въезда этих граждан в нашу страну. То есть здесь у меня один ответ. Ну, у меня простой ответ. Тот, кто боится конкуренции, все равно проиграет рынок. А в образе человечества, в их отношении, это называется проиграет будущую жизнь. Спасибо большое. Александр Липовенко. Трудовые мигранты разные. У меня на производстве сейчас трудится один мужчина с Запорожья. И должен сказать, неплохо работает. Он хорошо разбирается в технике, которую наше производство делает. И я в качестве трудовых мигрантов не рассматриваю только уборщиков. Поэтому все должно быть разумно. Спасибо большое. Нет, пусть наведут сначала порядок в принципе в законодательстве, да, чтобы мы говорили там о создании барьеров. Хотят визы, пусть будут визы, не вопрос. Только у нас сейчас до сих пор фигурирует такое понятие, как регистрация, даже для граждан нашей страны. То есть я не могу ребенка в Козельске устроить в школу, потому что это самое, я прописан в Калуге, жена моя прописана в Калуге, но она работает там на производстве. И, наверное, логично, что ребенок должен жить с матерью. Поэтому, ну давайте мы хотя бы первым пропиской-то отменим уже, который в 93-м году вроде как был отменен. А потом будем разбираться с мигрантами. Мы внутри России, с гражданами России не знаем, что делать. Мы им не можем предложить нормальные условия. Спасибо большое. Следующий вопрос. Виталий. Сейчас подойдет Маша. Да, ну, во-первых, я вас понимаю, на вашем месте могу быть я. Значит, да. Черников Виталий. Значит, вопрос у меня к трем кандидатам, которых я до этого практически не знал. Только вот Сашу немножко мы познакомились. Да, Андрей, с Андреем мы знакомы давно. Молодые лица или новые лица, да, в Европе вы не сможете стать депутатом высокого уровня, если вы не прошли муниципальный уровень. У меня к вам вопрос. Почему сразу законодательное собрание? Почему не муниципальный уровень? И сначала тогда Александр ответит. На муниципальном уровне, не скажу, что мой хороший знакомый, но замечательный человек Андрей Зойрин уже давно трудится на этом поприще, грубо говоря. И у него довольно хорошо получается. Да, действительно хорошая мысль о том, что можно подобраться опыта рядом с успешным человеком. Но почему не пойти дальше? Спасибо. Игорь. Ну, я хоть человек новый, но уже не молодой. Я вам скажу совершенно откровенно. То есть каждый ставит перед собой те задачи, те цели, которые он считает, он готов сегодня покорить. Но если мы говорим, сравнивая с горами, то есть стоит ли идти на гору, на холм, если ты давным-давно понимаешь, что ты можешь осилить там, извините меня, на какой-то пик. Вот. А это первый момент. А второй. Где пользы больше принесешь? Спасибо. И Александр Сафонов. Ну, в моем родном городе, в Маурославце районе, последний раз выборы муниципального образования были в 2010 году, на которых я участвовал, в этом мандантном округе занял второе место, победил более чем половину участков, а также я намерен в эту компанию тоже поучаствовать в муниципальных выборах. Спасибо большое. Татьяна Михайловна. Саша Сафонова вопрос сначала. У меня два вопроса от двум разным людям. Вы проходили альтернативную гражданскую службу. Трудно ли было добиться этого, потому что военкомат обычно препятствует отказу от призыва в армию? И второе. Готовы ли вы помогать другим призывникам, которые хотят отказаться от призыва в армию, пройти альтернативную гражданскую службу? Спасибо большое. Помогаю, помогаю, буду помогать. У меня не было сложности замены военной службы по призыву альтернативной гражданской службы. Я даже не знаю почему, подал заявление, все рассмотрели, все удовлетворили. То есть я не столкнул именно с препятствием воспользоваться правом на замену конституционному. А так спасибо за вопрос, я помогаю, ко мне обращаются. Так, и у меня еще один вопрос Андрею Лупандину. Скажите, пожалуйста, как вы имеете отношение к организации нашей компании и прочего? Как вы считаете, вот эти, как говорится, вот для меня праймерис это скорее игра, а реальное, так сказать, событие это выборы, которые будут 13 сентября. Как вы считаете, эти вещи связаны между собой или пока еще вообще никак не связаны? То есть те, кто побеждают на праймерис, за них действительно те люди, за которых более известны по Калужской области, среди тех, кто, скажем, пойдет голосовать реально. И пойдут ли те, кто участвует в праймерис, голосовать 13 сентября? Как ваше мнение? Первое, возможно, конечно, те, кто участвует в праймерис, пойдут голосовать и будут помогать. Вторая принципиальная позиция, Татьяна Михайловна, пока ваш рейтинг в Омнинске, пока ваши политические победы, как бы это самое, не оспорены на выборах, я не считаю вообще необходимым обсуждать первое место в списке. Я считаю, что оно ваше по праву победителя за последние 20 лет в Калужской области, как принципиального противника того же губернатора области. И я, в принципе, своих сторонников буду, конечно, призывать голосовать не только за себя на этих праймерис, но и за вас, и за Алексея Дуренкова. Наша задача – вернуть выборы. Как только мы вернем выборы, праймерис будет прекрасным инструментом для того, чтобы в них участвовать. Уважаемые зрители, вот у нас Игорь Кузник рвется тоже ответить на этот вопрос. Дадим возможность? В нашей жизни слишком многое зависит от субъективности. Праймерис – это тот инструмент, который, как я понимаю, коалиция пытается найти объективный инструмент, который позволит независимости от субъективности отдельных чиновников партийных или околопартийных решать, кто будет стоять. Спасибо большое. Вопрос? Александр Лоренков, у меня вопрос ко всем, ко всей четверке. Вот в нашем государстве, в нашем государстве, в нашей власти часто попрекают соседние страны в отсутствие федерализма. Как Вы считаете, в России все хорошо с федерализмом? И не стоит ли, справедливо ли в России распределение властных полномочий, нет ли перекоса властных и финансовых полномочий в центр? И выступаете ли Вы за перераспределение властных и налоговых полномочий на места, на местную власть, муниципалитеты и в регионы? Спасибо. Андрей Лопанин хочет первым ответить. Я Россию давно перестал считать федеральной страной, потому что все налоги муниципалитетов, по большому счету, большая их часть забирается в Москву, потом перераспределяется от бедных к богатым. То есть мы уже давно не федеральная страна, мы уже давно лишились вот этого статуса федерального в самостоятельности наших регионов. Посмотрите на наших губернаторов или на большинство их. Да, мы и такая, знаете, вот какая-то вот странная страна, да, подкармливая Чечню и все. Полсу согласен. Есть явный перекос и в финансовом, и в законодательном плане в сторону центра, поэтому федеральное устройство здесь только условно. Буквально вчера у меня была встреча с новороссовчанами, мы разговаривали о бюджетах, налогах, потому что я могу на этот вопрос просто ответить цифрами. В пересчете на душу населения, консолидированный бюджет России, это примерно около 200 тысяч рублей на каждого жителя. Если мы посмотрим бюджет Калужской области, это получается в районе 45 тысяч рублей. Если посмотреть на Новославецкие районы, то еще 25 тысяч рублей. И сам Новославец по 11 тысяч рублей. Вот вам справедливость, вот вам возможности и все остальное. Я выступаю за экономическую независимость субъектов Российской Федерации, и в частности для этого Демократическая коалиция подготовила законопроект по перераспределению налогообложений, при котором возможно будет оставлять 20-30% НДС в регионе, и также существенную часть НДПИ на налоговую добычу полезных ископаемых. Спасибо. Еще кто-нибудь хочет задать вопрос? Да, прошу вас. Вопрос ко всем кандидатам, если можно, чтобы каждый ответил. Присутствующий здесь Виталий Черников проходил процедуру выборов муниципальные депутаты, и в первый раз был жесточайшим образом снесен с выборов как раз по причине вроде бы неправильных подписей, хотя все подписи, насколько я помню, собирались под видеокамерой. Как вы собираетесь с этим бороться, тем более, если в качестве сборщиков будут привлечены люди за деньги, а не какие-то идейные? Спасибо за вопрос. Александр Сафонов, давайте с вас начнем. Значит, разработаны конкретные программы, как сделать так, чтобы все подписи, собранные в этот избирательный период, были абсолютно кристально чистны. То есть многоуровые будут проверяться в Калуге, будут отправляться экспертам-графологам в Москву, потом они будут еще другим экспертам, то есть и все будет опубликоваться. То есть я думаю, что мы соберем качественно 4,5 тысячи. Проколены на фальшивые. Спасибо. Ну, с волшебством, я считаю, нужно бороться только одним способом предупринять волшебника, а о том, что ответственность его все равно наскупит за его волшебство. Спасибо большое. Я думаю, мы все поняли, про какого волшебника речь. Должен быть четко разработанный план по сбору подписей, как у партии РПР Парнас в данный момент есть. Есть некоторые доработки, планирую их предложить на обсуждение, а в остальном мошенничество должно наказываться. Когда мы обсуждали эту тему со сбором подписей, у меня напрямую спросили, Андрей, сколько твои организованные структуры могут собрать. Я сказал, процентов 20-30. Андрей, чем ты можешь гарантировать, что это будет качественная подпись? Я сказал, я заверю каждую подпись, но или своим именем. Я возьму полностью всю ответственность на себя за каждую собранную подпись. Организованная моя структура. Пожалуйста, не устроить, сажайте. Спасибо. Как говорят юристы, сесть всегда успеем. Не торопитесь, пожалуйста. Еще есть вопросы от зрителей? Александр. А еще Александр уже задавал вопрос. Прошу вас. Я уже задавал. Иван меня зовут. У меня вопрос к молодым кандидатам, к Александру. И вопрос касается интернет-общения с избирателями, интернет-общения с жителями Калужской области. Я уже говорил, что я попытался найти группу партии «Прогресса» ВКонтакте. У меня это не получилось. То есть мне кажется, что вот этот сегмент, он как-то проседает. Как вы хотите наладить отношения, чтобы это было не скучно, чтобы это были не длинные тексты, чтобы это читалось, ну, читалось аудитории? Спасибо. Я так понимаю, что из двух Александров вы имеете в виду Александра Сафонова? Я хочу и тому, и другому задать вопрос. Про партию «Прогресса». Александр Липовенко не представляет партию «Прогресса». Ну, я это сказал для примера, про партию «Прогресса». Хорошо, хорошо. Ну, тогда давайте, Александр, с вас начнем за партию «Прогресса». Ответьте, потом… Партия «Прогресса» сама не очень большая. В Калужской области вообще немного членов и сторонников. Я так понимаю, что в паблике ВКонтакте, в Фейсбуке там, да, нужно вести, конечно, мониторить. Если хороший модератор нужен, да, спасибо за замечание. Мы переименуем, все обновим, все сделаем. Спасибо. Я считаю, если вы не можете что-то найти в интернете или находите что-то не то, значит, вы просто не умеете им пользоваться. Все просто. А для читабельности информации просто нужен правильный дизайнер для сайта. Правильное расположение и правильная верстка. Ну, давайте я за пару недель все вспомню. Спасибо большое. Я прошу зрителей, не выкрикивайте, пожалуйста, все равно будет не слышно. Дождитесь микрофона. Александр Ларенков. Да, спасибо. Вот у меня вопрос к Игорю Кузнику. Вот я держу вашу вкладку в газету в руках. Тут сказано, что в 80-м году вы привлекались к уголовной ответственности. Не могли бы вы пояснить как-то это? И не боитесь ли вы, что власть будет всячески использовать это против вас на выборах? Спасибо. Ну, пускай используют. Я человек открытый. Но привлекался. У меня удивительная статья. Сопротивление органам власти. Ну, тогда это милиция называлась. Так что я здесь не вижу проблем. Вот. Получил хороший жизненный опыт. Я уже тогда понял, что такое советская власть. Кто прав? В то время так было и сейчас так. Прав тот, у кого больше прав. Другое дело, готов ли я мириться дальше продолжать с тем, что сейчас происходит. Спасибо. Ну, сегодня снова модно давать эти статьи всем, кто выходит больше трех на улицу. Статья «Сопротивление власти» в том или ином ее написании, она актуальна сейчас как никогда. И я думаю, что даже в этом зале найдется даже, наверное, не один человек, который такую статью в том или ином применении к себе испытывал уже. Спасибо большое. Есть еще вопросы из зрительного зала, нет? Спасибо. Тогда мы переходим к вопросам кандидатов друг к другу. Готовы? Готовы. Игорь, вы последним отвечали на вопрос сейчас из зрительного зала. Вам первым задавать вопрос коллегам. 30 секунд. Вы знаете, честно говоря, у меня к коллегам нет вопросов. Они мне нравятся. Я вообще дружелюбный человек, достаточно активно реагирующий быстро, пытающийся увидеть проблемы всегда в себе. Ну, давайте вопрос на эту тему и зададим. Что хотели бы изменить мои коллеги в себе? Одному? Хорошо, Александр, можно? Есть ли такое, что вы хотели бы изменить в себе? Да, я бы хотел поменьше волноваться, стесняться, быть уверенным в себе. Наверное, это это. Спасибо. Очень трогательно. Александр, теперь ваш вопрос. Выбирайте кому-то. У Калужской области огромный государственный долг в связи с тем, что за последние 10 лет для так называемого Калужского экономического чуда пришлось оценивать триллионы рублей у международных банков, у Европейского банка реконструкции. И эти кредиты давались под личной ответственностью Артамонову. Если что-то произойдет, если Артамонову снимут, что, область будет у нас разорена, то есть признана банкротом. Как решать этот продвижение большого государства? Спасибо. Ну, к сожалению, я не был поручителем у Артамонову под эти кредиты. Это вы, как бы, отвечать за этот ужас не могу, и в министр экономики Калужской области не лезу. Ну, второй вопрос. Да, безусловно, видимо, должна быть проведена какая-то процедура там. В том числе, возможно, да, возможно, необходимо настаивать на процедуре банкротства в Калужской области. Бояться этого не нужно. Как бы вот к чему пришли, к тому пришли. Если вот есть такое последствие у экономического чуда имени Артамонова в Калужской области, то пусть оно будет. Вообще нужен независимый аудит, нужно смотреть, кто виноват в этом всем, и привлекать вот этих людей персонально к ответственности. Ну, вообще, я, кстати, выступаю так давно с такой небольшой идеей о том, что каждый чиновник, приходящий на госслужбу на уровне правительства области, должен быть застрахован от последствий его деятельности. Время, время. Спасибо большое. Не убирайте микрофон. Сейчас ваш вопрос. Выбирайте, кому из кандидатов. У меня вот у коллег, коллегам особо нет вопросов, да. Но вот, господина Кузенька, я хочу тебе благодарить за ту книгу, которую он мне подарил своего ЖКХ. Вы так, знаете, студируете. Довольно интересно. Спасибо. Точно не хотите задавать никому вопрос? Хорошо. Тогда Александр... У меня также нет вопросов. Так, между собачек, между кандидатами. Вопросов у вас тоже никому из коллег нет? Я полностью с ними солидарен, поэтому мне не о чем спросить. Хорошо. Тогда, я думаю, вы можете пожелать друг другу удачи и сейчас подумать каждый о том, почему за вас надо проголосовать. Сейчас переходим к вашему заключительному слову. Каждый из вас должен сказать, голосуйте за меня, потому что 30 секунд на это. Следите за временем. Пожалуйста, вон люди будут вам сигнализировать, когда останется 10 секунд. Давайте начнем тогда с Александра Сафонова. Голосуйте за меня, потому что у нас есть возможность и желание работать в законодательном собрании Калужской области. Я немедленно же внесу все законы, практическая коалиция на эти выборы. А первостепенные проблемы, это, конечно же, будут внутренние социальные сферы, борьба с безработием. И также мы будем поддерживать малое и микропредпринимательство в области. Спасибо. Спасибо вам. Александр Липовенко. Голосуйте за меня, потому что я такой же, как и вы, житель Калуги. Просто мне надоело отсиживаться в стороне и ждать, пока что-то кто-то решит. Я видел все эти проблемы, и я знаю их так же, как и вы. Спасибо. Игорь Кузне. Голосуйте за меня, потому что у меня есть опыт законодательных, разработки законодательных документов. Я автор ряда государственных стандартов в области ЖКХ, по счетчикам некосколько методик. Я написал, вот мой коллега подсказал, пару неплохих книжек. Последняя книжка называется «Государство и общество способа эффективного сосуществования». Сейчас пытаюсь сформулировать, пишу работу, которая называется «Показатель эффективности власти». Спасибо. Спасибо большое. И Андрей Лапандин завершает нашу. Голосуйте за меня, потому что последние несколько лет я занимался реальной уличной политикой в Калуге. Я встречался здесь с людьми, я объехал всю Калужскую область, я был в каждом райцентре. Я прекрасно здесь ориентируюсь. Я был помощником Татьяны Михайловны Котлер, я работал с Алексеем Дулинковым. Для меня опыт подобной деятельности не нов. Если у вас будут проблемы, как у избирателей, вы всегда можете ко мне обратиться, я знаю, как вам помогать. Я прошу голосовать за тройку Котлер, Дулинков, Лапандин. Спасибо. Спасибо большое. Ну что, тогда давайте мы с вами сейчас поддержим наших кандидатов еще раз и приступим к зрительскому голосованию. Вы можете посмотреть со сцены, как за вас голосуют на сцене, тоже голосовать и за себя, и за других кандидатов. Ну вообще все имеют право за себя голосовать всегда. Ну давайте тогда, кто голосует за Игоря Кузника? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, 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 я пятнадцать не считала. Нет, я одну видела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать. Александр Липовенко? Раз, два, три, четыре, пять, пять, пять голосов, шесть, шесть. И Александр Сапонов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Я пятнадцать насчитала. Так, шестнадцать, я пятнадцать насчитала. Еще раз, Александр Сапонов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четвернадцать, пятнадцать, шесть, 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 уже семнадцать. 17 нет все так и так и победителем у нас и победителем нас становится александр сафонов спасибо большое я вам открою секрет александр сначала не хотел стеснялся участвовать дебатах а потом взял и победил это к вопросу о том что это можно сделать каждый спасибо большое кандидатам а я напоминаю что у нас осталось совсем немного времени до окончания интернет-регистрации те кто еще не успел кого хотели жены дети и те кому есть 18 к те кто является жителями калужской области регистрируйтесь скорее если все таки вы не успеваете нет интернета и и прочие напасти приходите пожалуйста на участке 3 участка у нас будет работать в калуге в обминске и мало ярославцы адреса есть на наших сайтах в наших соц сетях пожалуйста смотрите на кандидатов изучайте и приходите с 10 часов утра субботы 20 июня до 20 часов в воскресенье 21 июня пройдут праймерис благодарю вас всех благодарю всех тех кто помогал осуществить съемку и всех тех кто пришел